Каким был новогодний город? В мэрии подвели итоги праздничных мероприятий. Традиционно центром новогодних торжеств стала площадь Пушкина. В этот раз 23 декабря по 7 января там развернулась масштабная ярмарка «Новогодний городок». Что касается новогоднего городка, я думаю, что все там побывали, ну по крайней мере я там был через день. Всегда были люди, всегда какое-то было оживление на площади, была организована интересная культурная программа, какие-то праздники. По оценкам организаторов, за время работы ярмарку посетило более 70 тысяч человек. Ивановцев развлекали профессиональные аниматоры, а для тех, кто любит праздные прогулки, установили ярмарочные домики-шале. Но не все прошло так гладко, как ожидали. Главе города пожаловались на слабую информосвещенность мероприятий. Людям, которые приезжали, например, из других городов, праздника приходилось ждать по несколько часов, потому что расписания торжеств не было. В следующем году ситуацию пообещали исправить. В создании хорошего настроения участвовали и предприятия. Я выражаю огромную благодарность тем людям, которые участвовали в украшении города в целом, как-то занимались своими объектами и создавали у жителей города праздничное настроение. На лучшие новогодние оформления проводили конкурс. Участвовало 32 предприятия. Это магазины, гостиницы, кафе и рестораны. Тех, кто создавал праздничную атмосферу для жителей города, наградили почетными грамотами. Мы внутри, украшая наши магазины, чувствовали, как это для нас, насколько это близко для нас, насколько это интересно для наших покупателей. Потому что мы часто видим, когда останавливаются у наших витражей просто гуляющие люди, у которых нет желания, возможно, зайти. И у нас не было цели, чтобы люди заходили в наш магазин и покупали. Просто приходили к нам, любовались. Не забыли и про социальных партнеров. Им также вручили благодарности. В целом отметили в администрации, новогодние торжества прошли весело и с размахом. А 2019-й встречать собираются не менее ярко. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.